Смартфон Infinix Note 10 Pro, флагман за доступную цену. При с вами Легит и хорошее вам настроение! Друзья, я вдохновившись смартфонами от Infinix, просто взялся целью вас в этом просвещать. Ну потому что реально обе тестируемые мною модели до этого мне очень понравились, особенно за такую цену. Ну а сейчас рассмотрим с вами новый Infinix Note 10 с приставкой Pro с версией 128 гигабайт стройной, 8 гигабайт оперативной и с характеристиками присущие более дорогим флагманам. Однако по цене он значительно ниже, находясь скорее на первой ступени среднего сегмента. Я очень рад, что открыл для себя вот этот бренд, хотя в RF он пока что еще не так сильно популярен, при этом уже вовсю начал продаваться даже в более крупных сетевых магазинах. Вообще бренд серьезный, со своей богатой историей, со своим исследовательским центром, со своими технологиями, инновациями. В общем, давайте об этом поподробнее. Уверен, если вы ищете себе хороший смартфон за бюджет где-то 17-20 тысяч рублей, то досмотрев это видео до конца, вы уже точно поймете, подходит ли он вам. Поехали! Поставляется в подобной стилистичной коробке данного бренда Infinix, ниже написано название модели, Note Pro. Версия смартфона со 128 гигабайтами стройной памяти и 8 гигабайтами оперативной. Есть NFC, частота экрана 90 Гц, а сам экран почти 7 дюймов. Ну а кто хочет рассмотреть характеристики на коробке, можете поставить на паузу. Открывая коробку, нас сразу же встречает товар лицом. Ну а телефоне чуточку позже, давайте сначала посмотрим комплектацию. Всякие ненужные наклейки, бумажки. Такой вот конвертик со скрепкой для извлечения слота под сим-карты и SD-карты памяти. Радует, что не нужно искать бампер-чехол для защиты смартфона от царапин и повреждений. На удивление, в этой модели не пластик, а вот такой вот интересный, но качественный силикон. Интересен он тем, что на нем практически не видно отпечатков пальцев, и это прям удивляет. А внутренняя сторона чехла имеет такую пористую поверхность, которая имеет хорошее сцепление. Еще всякая разная лицензионная макулатура, ну и конечно же гарантийное обслуживание на 12 месяцев. Ну и в отличие от прошлых, более бюджетных моделей смартфонов, здесь уже не пленочка, а такое вот толстенное защитное стекло. Зарядное устройство здесь также отличается, оно такое потяжелее, да и побольше. Устройство с функцией быстрой зарядки, до 33 ватт мощности, и к нему идет соответственно уже более скоростной шнур для зарядки. Ну и тот самый приятный момент снятия вот этих всех пленочек. Друзья, лично мне внешне он нравится, современный стильный дизайн. Поделен как бы на две части, нижняя в полоску, верхняя целиком глянцевая. И кстати по всей поверхности он красиво играет оттенками, и в зависимости от освещения оттенки немного разные. Причем сохраняется основной цвет, и вот этот интересный стиль глубины. На официальном сайте, кстати, можно посмотреть, какие бывают разновидности цветов данной модели. Ну и есть такая возможность практически вживую вам показать еще один вариант вот такого типа розового серебра. Ну не то чтобы розовый, но некоторый такой оттенок есть, а вообще смотрится очень тоже стильно. Сказать, что он розовый, вообще не могу сказать, такой металлик, вполне мужской телефон. Ну тут как бы вкусовщина, кому как. Недостатки данного корпуса понятны, это конечно же достаточно марка, его глянцевая поверхность. Сам по себе смартфон тонкий, верхняя кромка лишена чего-либо, кстати вся кромка металлическая. Слева сбоку скрытый слот под две сим-карты и одну карту памяти до 256 гигабайт. На нижней части по стандарту джек 3.5 под наушники, рядом с ним находится весьма, кстати, хороший чувствительный микрофон. За ним идет разъем Type-C для зарядки и отверстие динамика. Динамик, кстати, здесь очень крутой. Смартфон поддерживает X-Charge 33-ваттную быструю зарядку. И 5 минут зарядки хватит на 2 часа в режиме игр. И это так и есть. На правой кромке находится кнопка включения, она же сенсор отпечатка пальца. Работает стабильно, разблокировка экрана происходит мгновенно. Над ней на привычном месте находятся качельки громкости. Гордостью смартфон это конечно же диагональ 6,95 дюйма. Экран занимает практически 95% всей лицевой площади. Разрешение экрана так называемое Full HD Plus 1080 на 2460 пикселей. При плотности пикселей 387 ppi. IPS-матрица дает огромные углы обзора. И все это сделано для качественного атмосферного погружения в просматриваемое видео. Я вам скажу, это действительно так, даже фильмы смотреть на смартфоне вполне комфортно и прикольно. Потому что вот оно стандартное разрешение, когда мы делаем так, без потери детализации, мы получаем огромнейшую картинку. Кстати, что касается разрешения, у меня в YouTube по умолчанию вышло 4K. И смартфон спокойно тащит без каких-либо затыков вот такое вот разрешение. К сожалению, камера просто не может передать той детализации, той живности картинки, которую вижу я реально. Ближайшие к нему конкуренты Redmi 9T и Realme C25, конечно же, наверное, курят в сторонке. Очень крутое атмосферное видео, ребята, говорю как есть. Ну и конечно же, за эти деньги чистота смартфона экрана просто удивляет. Которая ощущается даже вот в плавности движения вот этих ярлычков на экране. Очень плавное движение. Кстати, тоже такой вот момент, стекло у экрана очень скользкое, как у дорогих флагманах. Ну и по современному фронтальную камеру отвели на отдельный островок, уйдя от этой капельки. У Infinix своя собственная оболочка и многие полезные приложения и функции включены в него изначально. Вроде мелочь, а мне кстати очень понравилось, других смартфонов не наблюдал. Это очень простое переключение интернета от одной сим-карты к другой. Конечно, обозревая смартфон, как же не показать фонарик, а здесь тем более есть что показывать. Он очень яркий, при свете сейчас четырех мощных софтбоксов его свет виден. Но это, как говорится, еще не все. Немногие смартфоны похвастаются не только задним фонариком, но еще и передним. Да, у прошлой версии их было целых два спереди, но и этого вполне в принципе достаточно. И при желании их можно даже включить одновременно. Вы посмотрите, какая красота. Есть функция ультра-энергосбережения. Да, она есть во многих смартфонах, но здесь на одном проценте аккумулятора можно даже... Ну, может быть, пока что смартфон новый, конечно, но сейчас в этом режиме на одном проценте можно чуть бы не час тянуть. То есть выключается практически весь функционал, расслабляется оперативка, и доступны только телефонные звонки, смски, календарь, в общем, все самое простейшее. Понятное дело, есть энергосберегающий вот такой вот ночной режим темной темы. Скриншоты делаются в этом смартфоне достаточно просто. Не надо нажимать ни на какие боковые, либо зажимать две кнопки. Достаточно просто провести тремя пальцами сверху вниз. Я вам скажу, да, это удобно, но периодически держать телефон просто так в руках, иногда выходило, что я случайно наделал множество скриншотов. Смартфон реально больше, чем привычные нам 6-дюймовые аппараты. И для того, чтобы просто, к примеру, идти по улице и печатать текст одной рукой, вот таким вот образом можно уменьшить диагональ экрана внутри экрана. Где-то, как я понимаю, на диагональ 5 дюймов. Ну и в зависимости от того, в какой руке вы его держите, можете переключать вот так вот вправо, либо влево. Снимается режим очень просто. Любите в темноте читать книги, этот экран и так, в принципе, защищен от синего цвета, а можно переключить вообще вот в такой вот практически матово-бумажный. Для меня лично раньше реально была сложность найти хорошее приложение, чтобы без рекламы, которое будет записывать видео с экрана. Здесь это уже изначально вложено. Просто функционали смартфона. Конечно же NFC, бесконтактная оплата, которой многие себе просто уже не представляют смартфон. Простое и быстрое подключение к какому-либо экрану. Я, к примеру, так могу подключать проекторы. В общем, реально обо всех фишках можно рассказывать долго. Есть специальный игровой режим, в котором смартфон использует все свои ресурсы. А хвалиться здесь есть чем, особенно за эту цену. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G95, оснащенный двумя мощными RAM-ядрами Cortex-A76 с частотой 2,05 Гц, шестью высокоэффективными процессорными ядрами Cortex-A55, которые нереально ускоряют игры. Что касается памяти, видите сами, сколько занято, сколько свободно. Встроенный несъемный аккумулятор на 5000 мАч, которого хватает в среднем на полтора-два дня при активном использовании. Конечно же, уже 11-й Android. Все тесты прошел нура, отклик мгновенный, цвета превосходные, поддержка одновременно пяти касаний. В современных тяжелых для графики и физики игр он просто летает. Я, конечно, не держал в руках игровые Asus за 100 с чем-то тысяч. Но на этом за свои 17 очень даже комфортно. Все плавненько можно реально нагибать. Короче, хотел протестировать его в играх, буквально на 5-10 минут зайти, и в итоге завис на полтора часа. Я вам скажу, что за эти полтора часа он практически не разрядился, если его сравнивать с другими смартфонами в этой игре. Да и корпус, хотя сейчас лето, практически не нагревался, а был такой чуть теплый. Ребята, что касается камер этого смартфона, то этой теме можно посвятить отдельное видео. Здесь целых 4 камеры, основная 64 мегапикселя с объективом 1.6. Также ультраширокоугольный объектив. Объектив для макросъемки. Что удобно, при съемке вы можете выбрать объектив, соответственно, поменять фокусное расстояние, а значит, поменять угол обзора, глубину резкости и детализацию в целом. Есть варианты фото HDR, HDR+, первое фото с выключенным HDR, второе уже более детализированное, лучше прорисовываться тени, ну а следующее HDR+, к сожалению, фото перекидывал на компьютер через мессенджер и качество немного потерялось, плюс еще обработка YouTube. Просто, знаете, то, что фото реально очень крутое, то, что вы видите, это, наверное, 50% того действительного качества, которое есть на самом деле. Макрообъектив меня вообще удивил, я приблизил камеру буквально вплотную к этой капельке росы и кадр оставался в резкости. Еще раз повторюсь, что фотографии в реальности более информативные, чем те примеры, которые я сейчас показываю после обработки. Для понимания, этот жучок размером с обычного маленького рыжего муравья. Но больше всего меня приятно удивил этот портретный режим. На автомате алгоритмы камеры выбирают, по-моему, лучшее решение. Вот прям как нужно, добавляют глубины резкости и выравнивают динамический диапазон. К сожалению, после передачи фотографии через мессенджер фото потерял большое количество битрейта, то есть стал нести меньше информации и покрылся каким-то неким шарпом. В реальности, если загрузить такое фото напрямую, к примеру, в какую-нибудь соцсеть, Инстаграм, то фото будет значительно качественнее. Для понимания, фото делались практически в полдень. Сами понимаете, жесткие тени, а здесь на фотографии все выровнено, как будто уже прошел с фотошопом. Еще и как будто сделал цветокоррекцию, однако такие фото получаются просто по умолчанию. Алгоритмы ночной съемки также оказались для меня сюрпризом. Мой, к примеру, iPhone XR в тех же самых условиях дает больше шумов, чем вот этот смартфон, который стоит в 2,5 раз дешевле. 16-мегапиксельная фронтальная камера отлично подходит для селфи. Есть куча всяких настроек, масок, дополненной реальности и тому подобному. Вот так записывает фронтальная камера. 1080p, 60fps. Вот так вот я хожу сейчас. Не знаю, как записывает звук, как работает микрофон, это уже я потом узнаю. Но говорю с обычной громкости, как если бы сейчас что-нибудь там стримил в прямом эфире, шел бы там, с вами бы разговаривал, в принципе, с обычной громкостью. Вот так вот. Свет здесь, как видите, постоянно меняется, а тем не менее, как я вижу, я, в принципе, постоянно в более-менее одинаковом, в одинаковой последке, хотя здесь кое-где то ярко, то тень, то ярко. И мне нравится ровное изображение весьма. А это фронтальная камера 4K, 30fps. Уже вижу, картинка немножко дергается из-за стабильности. Стабильность меньше, задний фон из-за снижения, ну, чуть-чуть битрейс снижается, задний фон, получается, как бы подергивается чуть, видите, да, наверное, немножко так рассыпается. Но все-таки это 4K. Но в целом, по-моему, он 1080p, 60fps. Идеально 4K, это уже как-то, ну, не есть хорошо. Опять же, после какой-то обработки, после заливки куда-нибудь в YouTube это все немножко упадет. Поэтому смысла нет 4K, 60, 30fps. Лучше 1080, 60fps. А вот идеальный режим для стримов, это 60fps, 1080p с режимом стабилизации. Вот я двигаюсь. Вообще плавненько, картинка, красота. Мне прям очень нравится. Вообще супер. Смотрите, как хорошо. Вообще, ну, просто идеальный инструмент для таких вот подобных стримов, для видеосвязи, для общения. Смотрите, как все плавненько. Вообще красота. Я сейчас еще сильно рукой трясу, потому что здесь типа ступеньки такие. Основная камера отлично снимает видео. К сожалению, качество сейчас, конечно, сильно урезалось. 1080p 60fps, 4K 30fps. Очень нравится, как работает динамический диапазон. Да и вообще, в целом, алгоритмы хорошо выравнивают цветотень. Хотя на улице сейчас достаточно ярко, но вот этот цветокур как-то все выравнивает, и получается все достаточно гармонично. Конечно, есть всякие разные режимы, панорама, таймлапс, но самое, что мне больше всего понравилось, это замедленная съемка. Друзья, 960fps, 960 кадров в секунду. Есть еще режим 240 и 120, но 960 у меня еще пока ни одной камеры такой нет. Единственное, что отрезки записи небольшие, но рассчитаны на быстрое какое-то мгновение. Также здорово, что есть профессиональный, так называемый, мастер-режим, где вы можете настраивать большинство параметров, такие как выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Таким образом делать свои фотографии настоящим художественным произведением. В общем, реально о камере, друзья, можно рассказывать долго, потому что здесь она идет не просто как какая-то дополнительная опция, а как акцентированный инструмент, который способен делать даже крутой контент. Вообще, много чего еще не успел вам, друзья, рассказать, как быстро и мгновенно работает разблокировка экрана, подпечатку пальца и распознавание лица, про автоматическую настройку звука, когда вы смотрите какой-либо контент, он у вас не шокирует. Звук настраивается под окружающую среду и достаточно гармоничный. Про NFC, да много чего не показать в рамках одного видео. При этом, ребятки, вот лично для себя вывод об этом смартфоне я сделал и очень доволен его приобретением. Ну, посудите сами, за цену около 18 тысяч рублей, то есть где-то до 250 долларов вы получаете смартфон с огромным, качественным, с сочными цветами и экраном, со встроенной памятью 128 гигабайт, с 8 гигабайтами оперативки, с двумя сим-картами и одним слотом под SD-карту памяти объемом до 256 гигабайт, с хорошим звуком и очень универсальной камеры, которая может творить реально шедевры. Кроме того, его, по сути, геймерское железо позволит вам наслаждаться даже нагруженными по графике играми. Ну и, конечно, радует его аккумулятор на 5000 мАч, который нужно заряжать, ну, раз в полтора-два дня. А это быстрая зарядка, 5 минут на 2 часа автономности, это, конечно, круто. В общем, ребятки, я скажу от себя так, если вы себе хотите полноценный, можно сказать, флагман за цену до 20 тысяч рублей, то есть где-то от 15 до 18 тысяч рублей, в зависимости от того количества памяти, которое вам нужно, 64 или 128, смело берите, уверен, он вам понравится. Да и реально в этой ценовой категории лучше не найти. Так что ссылочку на этот смартфон и его официальный сайт вы можете найти в описании под этим видео. Именно поэтому переходите, заказывайте товар проверенный, продавец надежный, так что смело рекомендую. Ну, а я надеюсь, это видео вам было полезно. Для меня будет лучшей благодарности, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, если не подписан, поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях и вот приятный комментарий. Замотивирует меня еще больше стараться для вас. Тебе пустяка, мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока! Субтитры сделал DimaTorzok